Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. Прямо сейчас о новостях нашего региона. Предприятия ЖКХ активно убирают придворовые участки от выпавшего снега. Для уборки придворовых территорий в Московской области задействовано около 2000 единиц спецтехники и более 5000 сотрудников ЖКХ. Если произойдет ухудшение погодных условий, то будут направлены на дополнительные силы и средства. По регламентам придворовые территории, в частности, пешеходные дорожки должны очищаться от снега и наледи в течение 12 часов. Стоит отметить, что 9-10 января в столичном регионе выпало до 14 сантиметров снега. Местами наблюдается гололед. Синоптики также обещают снегопад различной интенсивности в течение этой недели. Стоимость проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях в Московской области с 1 января 2016 года выросла до 43 рублей за поездку. По транспортной карте «Стрелка» проезд теперь стоит 30 рублей. Рост тарифа в 2016 году будет ниже прогнозного значения инфляции Минэкономразвития РФ. Поездка, оплаченная единой транспортной картой «Стрелка», будет стоить на 30% дешевле. По городу 30 рублей. В пригороде так же, как и сейчас. Плюс 4 рубля за каждые 2,5 километра. В два раза дешевле заплатят за проезд учащиеся и отдельные категории пенсионеров – военные пенсионеры и пенсионеры МВД. Стоимость одной поездки для них составит по городу 15 рублей. Для отдельных категорий граждан сохраняются меры соцподдержки в виде бесплатного проезда на общественном транспорте. Кроме того, расширяется перечень средств платежа. В автобусах, троллейбусах, трамваях оплатить проезд можно единой транспортной картой «Стрелка», единой транспортной картой учащегося и льготная, а также банковской картой с записанным на ней электронным приложением или бесконтактной технологией оплаты и посредством программных приложений для мобильных телефонов. Известный государственный академический хореографический ансамбль «Березка» выступит на сцене Электрогорского дома культуры. Ансамбль существует с 1948 года. Русский девчий хоровод «Березка» явился родоначальником не только ансамбля, но и нового стиля в русско-сценической хореографии. Он неизменно вот уже более 60 лет открывает программу всех концертов ансамбля и стал визитной карточкой коллектива. Хореографический ансамбль гастролирует по всей России, а уже 17 января он порадует любителей русской культуры в Электрогорске. Дети нашего города встретили Рождество в Доме культуры. Сказочное представление, хороводы вокруг елки и многое другое было подготовлено для ребятни. Подробности прямо сейчас. После длительного поста все христиане отмечают светлый праздник Рождества. Когда родился Иисус Христос, к нему пришли волхвы и преподнесли дары. В память об этом и принято дарить подарки в этот радостный день. Поэтому в фойе Дома культуры детей с порога встречались сладкими гостинцами и книгами, а уже в переполненном концертном зале гостей со сцены поздравлял глава города. С Новым годом, с Рождеством, всего самого хорошего. Поздравляю вас от всей души. Также со сцены Ногинский драматический театр развлекал ребят замечательным спектаклем «День рождения кота Леопольда». А сразу после него Дед Мороз и Снегурочка, а также их сказочные помощники водились с детьми хороводы и играли в подвижные игры. Праздник получился светлым и радостным, как и подобает Рождеству. Ребята в этот день получили заряд доброй энергии и положительных эмоций. А я с вами прощаюсь. Всего вам самого хорошего и до встречи НТВЛ.